бандиты всем привет сегодня у нас 31 декабря и сегодня я хочу взять на себя такую ответственность поздравить всех своих старых и новых которые будут еще которые недавно подписались хотя судя по статистике у меня новых подписавшихся нет мы не будем об этом о статистиках а монетизация это все ерунда в общем ребята все кто давно на меня подписан все кто недавно подписан все кто держится за мой канал не описывается всех хочу сегодня поздравить с наступающим новым годом этот новый год будет надеюсь очень веселый и знаменательный для каждого из нас для меня и для вас надеюсь для меня тоже в общем то этот год был очень тяжелый 21 тяжелый не только для меня но и для всех середина года у меня выдалась очень такая хорошая в плане эмоциональности очень продуктивная как вы знаете я вам рассказывал познакомился я с хорошей девушкой но во всех отношениях у каждого в отношениях когда люди не молодые у которых захлёстывают эмоции им все ровно у зрелых людей всегда вот этот период притирки есть и вот сейчас у нас настал вот такой вот период притирки когда вроде как все что можно было мы вроде как получили друг от друга нужно двигаться дальше а чтобы сделать шаг вперед это уже вот это вот вся эмоциональность отходит и уже нужно делать выводы и основываться на какие-то серьезные такие стабильные отношения чтобы все было стабильно серьезно и не так что встретились пиу-пиу и разбежались ну а здесь как как обычно у нас вступает быт чтобы быть с девушкой у которых двое детей который все как бы сложилось кроме любви такой девушке очень тяжело найти подход вот в плане стабильности в плане серьезности отношений поэтому ну я как-то стараюсь я не упускаю возможность быть с этой женщиной сейчас я признаюсь у меня с ней такие можно сказать в общем я как вычитал в интернете я в дот-зоне нахожусь я в зоне фрейм зона то есть она мне ты мне нравишься ты мне нравишься как человек ты мне нравишься как брат мне нравится твоя опека твоя вот это вот поддержка но нет у меня искры в общем вот это вот вся лабуда давай будем по крайней мере пока будем друзьями ну я согласился пока быть друзьями в надежде что возможно я смогу завоевать сердце все-таки этой девушки ну в общем то вот открыл я вам это эту страничку эту этот период своих отношений не хотел ничего рассказывать потому что есть у меня на канале из старых подписчиков много идиотов которые сейчас начнут строчить радостные комментарии уже у тебя все развалилось ну как говорил мой начальник когда я был тренером педагогом в клубах по месту жительства это 92 год мне было 17 лет тогда и вот был у меня директор иванюшенко геннадий федорович сейчас он умер в царство ему небесное и он всегда говорил так вот мы с ним в шашки играем или что-то какие-то мероприятия проводим что-то где-то не получается он говорит это очень хорошо чем труднее горит в подготовке тем легче будет в бою так что чем труднее мой путь к сердцу этой девушки тем легче и лучше у нас не все будет в общем закрыл давайте отойдем от меня и на теперь перейдем к вам кто-то мне писал что вот я в этом году поставил прививку я про себя сейчас говорю кто-то мне писал вот и типа был всегда против прививки но поставил прививку я поставил не из-за того что я прям верю в нее а из-за qr-кода но к сожалению к сожалению я думаю что вот сейчас затишье вот это вот идет с qr-кодом но к сожалению я уверен что после нового года все начнут затягивать как сисечку у коробки когда дует ее и все-таки все перейдут на qr-код я хочу вам пожелать пережить вот эту вот вакцинацию как можно с более меньшими потерями с более меньшими проблемами у меня первый раз была температура к вечеру поднялась я сходил еще в душ меня ломила все кости вторую вакцинацию я перенес буквально там к вечеру у меня температурка 37 была я парацетамол выпил и все уснул и все прекрасно так что желаю вам пережить эту вакцинацию потому что к сожалению даже те кто против вы все равно все вакцинируетесь ранее или поздно поэтому ну как то так в общем хочу еще пожелать всем любви здоровья чтоб все в этом году в 2022 добились всего чего они хотят вернули всех своих любимых женщин если девочки смотрят любимых мужчин чтоб все у вас было хорошо чтоб все у вас было как говорится чинно спокойно и благородно давайте тренироваться давайте не будем забывать о своей физической форме особую благодарность хочу выразить виктор палычу который со мной общался в тот период когда я был близок вот-вот я уже начну переходить на темную сторону он со мной очень много в комментариях беседовал не буду пересказывать в тонкости всю нашу беседу но виктор палыч от души тебе спасибо за твои комментарии за твои советы я к ним прислушался кому интересно ищите в комментариях у нас там длинные диалоги по крайней мере от виктора палыча ну и в общем то ребята юрий винник качок московский не помню как ну короче парень из москвы вот с бородой такой всем вам желаю любви и счастья здоровья просто это прям те люди с которыми я прям постоянно общаюсь они мне пишут периодически в личку в комментариях с качонком мы плотно общаемся ну как плотно как мы можем общаться посредством интернета не каждый день мы не написываем там по три-четыре часа по диалогу но он не пишет я ему всегда отвечаю так что ребята всех я вас помню кого не назвал я тоже вас всех помню всех вас люблю всех моих старых подписчиков давайте употреблять только правильное спортивное питание для каждого это правильное спортивное питание должно быть свое для меня это культ лап для вас это может быть какое-то другое давайте любить своих женщин давайте если вы девушка любить своих мужчин ценить своих близких мужчин женщин свою вторую половину в общем не знаю что еще сказать давайте балдеть давайте всегда двигаться к своей цели никогда не сдаваться потому что сдаются шлюхи слабаки и квартиры мы к этому числу не относимся и поэтому всегда увидимся на канале домашняя качалка даже в 2022 году мы с вами обязательно увидимся сейчас у меня два дня выходных потом день работы это получается у меня целых три дня без тренировок ну а третьего числа мы уже приступаем к тренировкам к полноценным у меня это будут ноги я планирую присесть 140 145 а может быть побольше на четыре раза и посмотрим что из этого выйдет ну и ребята я не пью вообще принципиально не пью но здесь у меня честно скажу сухое вино я сейчас готов сделать такой жест и пригубить хочу пригубить это вино за вас за то чтобы все у вас было хорошо но в общем любви здоровья и чтоб все плохое в старом году осталось а все самое заебатое было все в новом ребята увидимся на канале домашняя качалка всем пока ребята